В советском суде вынесли приговор убийце родного дяди. Парень забил родственника топором из-за наследства. Близкие не могли разделить имущество после смерти матери. И тогда в ход пошли жуткие методы. Подробнее у Анастасии Шкитиной. Свою вину 22-летний Артем Козлов полностью признал и раскаялся. Парень в деталях рассказал правосудию, как топором убил родного дядю. Впрочем, сознался не сразу. До этого всю вину он пытался переложить на своего подельника Егора Санникова. Но следователю удалось собрать достаточно улик невиновности парня. Уголовное дело против него прекратили. А вот Артем Козлов остался под стражей. Как он расправился с близким человеком, слышали соседи. Я услышала просто страшный крик и звуки, как будто на него набросились. Прямо слышно было, что несколько человек. Я очень испугалась, была в шоке, вызвала полицию, скорую помощь. Выбежала и увидела, что он сидит на лестнице. Я его спросила, кто это сделал с тобой. Он сказал, Ирка. Известно, семейный конфликт начался из-за наследства. Родственники делили квартиру. Мать Артема Козлова хотела заставить своего 47-летнего брата отказаться от прав на жилье. Мужчина отдавать квадратные метры не захотел. И тогда женщина отправилась на разборки с родственником со своим сыном. Козлова, Козлов и Санников прошли в подъезд 2 дома 8 в пункте Обчинниково в советском районе города Челябинска, где стали ожидать Устеменко. Пока тот выйдет из своей квартиры номер 38, расположен на втором этаже указанного дома. По версии следствия, к преступлению Артем Козлов готовился заранее. Купил топор, якобы, чтобы вскрыть железную дверь подъезда. А в итоге убил им дядю. И вот племянник Уфемида вынесла вердикт. Суд приговорил Козлова Артема Валерьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. Окончательное подбудение назначено Козлову наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Гражданская супруга погибшего боится, что теперь ей будут мстить. Женщине уже угрожали расправой, ведь убитый успел переписать на возлюбленную свою долю квартиры. Тем временем мать осужденного Артема Козлова до сих пор в розыске. На нее заведено уголовное дело, но дама скрывается от следствия.